Эту тему будем обсуждать с нашими гостями Александр Олесин, независимый военный аналитик, сейчас с нами на связи. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Ну а также с нами на связи Виктор Ягун, военный общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя службы безопасности Украины в 2014-2015 годах. Виктор, здравствуйте, также рады вас видеть в нашем эфире. Здравствуйте. Давайте начнем с темы непосредственно потерь российской армии в контексте специальных представителей этой армии. Мне вспоминается, читав информацию от BBC и Медиазоны, спасибо коллегам за такой детальный анализ, который пока что меньше, чем данные Генштаба вооруженных сил Украины, но тем не менее, мне вспоминается 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Российской Федерации. Составлена она была, напомнена нашим зрителям, исключительно из элиты российской армии, и подготовка, как говорила Лейла, велась на самом деле годами, тратились на это миллионы долларов, но по сообщению средств массовой информации, ныне 155-я бригада выглядит как часть, которую наполнили мобилизированными. Каким образом подобные, скажем так, движения в армии, если не говорить о конкретных армиях России либо Украины, влияют на ее целостность, влияют на ее боеспособность, в принципе, влияют на возможность вести боевые действия, оборонные действия? Александр, давайте с вас начнем. Ну, я немножко бы с долей критики подошел к данным, опубликованным BBC. Если мы сопоставим данные о потерях элитных войск с общими данными, которые имеются в открытых источниках, то вот видите, российские ВДВ составляют 35-40 тысяч человек, численность. Значит, морская пехота, которая входит в состав береговых войск, где-то 15-18 тысяч. Спецназ ГУРУ 15 тысяч, силы специальных операций где-то 18-19 тысяч. Поэтому, конечно, потери существенны, особенно учитывая характер этих войск. Но я бы больше обратил внимание на потери летчиков. Самое болезненное, конечно, для России это потеря летчиков. 139 летчиков боевых, это очень существенно. Если, допустим, еще в 2019 году говорилось о том, что 1300 человек не хватает летного состава в российских ВВС. Вот это вот действительно большая потеря. Летчики стоят очень дорого и стоят даже дороже тех самолетов, на которых они летают. Ну, было известно, что во время Второй мировой войны немецкие асы некоторые 14 раз десантировались со сбитых самолетов и потом продолжали все равно воевать. Поэтому летчик это наиболее ценный ресурс. Ну и еще я хочу сказать, что в принципе надо учитывать, что имеется существенная резерва в Российской Федерации. Шойгу огласил мобилизованный ресурс где-то 39 миллионов человек. Но я сомневаюсь в этой цифре, потому что частичная мобилизация показала, что во многом там есть очень много воздуха в этих цифрах. Вот. Но существуют люди возраста 35-40 лет, которые срочную службу служили в силах специальных операций еще на закате Советского Союза и в первые годы независимой России, когда еще развала армия не было. Это тоже существенный ресурс. Поэтому я считаю, что, ну конечно, хорошо, когда мы можем, журналисты, опубликовать какие-то данные, значит, которые являются сенсационными. Но все же необходимо сопоставлять их с реальной действительностью. Все решается, конечно, на поле боя. Да, все решается на поле боя. Это действительно сейчас абсолютно такой точечный тезис. Лишается на поле боя, решается в небе. Мы как раз говорим и о потерях российской авиации. Вот давайте тогда продолжим еще говорить о спецназе. Сейчас тогда слово Виктору Ягуну. Я также напомню информацию аналитиков издания «Вашингтон-Пост». Подразделения российского спецназа потеряли до 95% бойцов в Украине. На восстановление боеспособности понадобится 10 лет. В начале войны российские командиры решили использовать спецназ на фронте, чтобы поддержать тогда темп наступления, а также потому что, цитирую, «не доверяли обычным подразделениям», так считают авторы материала. Потери спецназовцы аналитики оценивали, в частности, на основе спутников и снимков баз дислокаций подразделений. В материале идется о 346-й бригаде спецназа ГРУ. Она состояла из 900 человек, живых осталось 125. Виктор, я хочу вас спросить, такие огромные потери для численности состава спецназа, что они означают для армии? Ну, мы должны понять просто, что потери живой силы – это не основная ситуация, с которой столкнулась Российская Федерация. Она столкнулась с тем, что вот эти вот победные реляции насчет вооружения, которые не имеют аналогов в мире, они оказались, ну, мягко говоря, преувеличенными. И реально, те спецназовцы, которые готовились по канонам еще советских времен, они столкнулись с ситуацией, когда против них работают, возможно, не самые подготовленные ребята, но более технически оснащенные, да, и те же типовизоры, и специальные приборы ночного видения, и беспилотники разведывательного плана, и точное вооружение артиллерийское. И это все в комплексе давало невероятные результаты, потому что, еще раз хочу, чтобы вы поняли, что мы все-таки воюем не числом, а умением. И вот это вот умение, оно действительно натолкнулось на их неучисленность. И теперь ситуация сложилась таким образом, что оказалось, что не так много этих спецназовцев и элитных войск в Российской Федерации подготовлено именно по тем стандартам, которые могут применяться в 21-м меке. И смотрите, вот даже ситуация с этой славно известной 155-й бригадой или там дивизией, я сейчас не знаю, как они там ее расширяли, уменьшали, цифра оставалась одна и самая, как она там называлась, сначала бригада, потом полк, потом дивизия, они там переходят на разные системы, но не имеет, это не важно. Была цифра, что они 8 раз пополнялись мобилизационными военнослужащими. То есть имеется в виду, что ситуация, название осталось, а когда ты надеваешь на человека тельняшку и даешь ему там берет, не имеет значения там или синий десантника, или черный морской пехоты ихний, то он от этого не становится морским пехотинцем или десантником. И эта ситуация тоже такая сложная. То есть я не исключаю, что основные массы действительно подготовленных войск все-таки существуют в Российской Федерации, потому что, поймите, ну не вся армия у нас тут воюет. Хотя и бывает цифра, что там 97% боеспособной армии Российской Федерации у нас на нашей территории. Ну я это тоже не исключаю, потому что мы, есть разные цифры, есть армия, которая воюет и армия, которая там где-то в этих военных городках находится. Это, как правило, основная масса там какой-то обслужащий персонал, повара там, не знаю, медики, логистики. То есть они тоже где-то есть. Но посмотрите на территорию России, она огромна. И если просто все снять и привезти в Украину, то, ну не знаю, как они будут, если они откроют границу с тем же самым Китаем или с другими странами, странная какая-то ситуация получится. Александр, вот как раз вот вы говорили, да, о том количестве резервов, которые есть у армии Российской Федерации. Где он? Почему тогда Кремль прибегает к мобилизации частичной, так называемой, призывая условных айтишников из Москвы, условных сейчас, либо жителей Республики Бурятия? Почему тогда в армию не идут хорошие обученные специалисты, да, которые давно не держали в руках оружие, но, скорее всего, помнят? Это ведь как ездить на велосипеде. Если ты держал автомат в руках ни один день и ни месяц, то ты знаешь, как дальше действовать. Можно же, тем более, проходить переобучение. Ну, то есть, этот процесс, он понятен и, в принципе, известен. Где тогда этот резерв? Он на поле боя будет или же... Ну, тут вопрос пока закрыт. Значит, во многом то, что мы видим, это результат, значит, неправильной организации военного учета. В Российской Федерации военные комиссариаты были переданы в ведение местной администрации. И фактически являются не структурами Министерства обороны, а структурами местных чиновников. Поэтому учет там велся по-старинному, по бумажкам, на карточках. В результате точной оценки ситуации с мобилизационным ресурсом до недавних пор в Российской Федерации не было. И они, когда стали проводить частичную мобилизацию, они не могли представлять себе, сколько у них какого мобилизационного ресурса, какова степень подготовки, когда человек проходил переобучение. Более того, в списки призванных попадали люди, которые уже давно не живут на этом свете, либо их состояние здоровья не позволяет им, значит, принимать участие в боевых действиях. Поэтому, конечно, я думаю, что Российской Федерации придется принять очень существенные меры. Вот они собираются наладить автоматизированный учет, создать базу данных. Во всех прогрессивных странах давно мобилизационный ресурс, учет его ведется в базе данных, на электронно-вычислительной технике. И там отмечается изменение социального положения, здоровье, годность данного человека в той или иной военной специальности и так далее. Прохождение его карьеры, которая может, допустим, по некоторым специальностям, медицинским, допустим, отправить его совсем на другую службу, чем простым сержантом ВАКОК. То есть сейчас мы имеем дело с результатом того, что после распада Советского Союза российская армия пребывала в глубоком кризисе и не вела подготовку к качественному резерву. И давайте тогда еще добавим информации, что происходит в среде вагнеровцев, а не заканчивается. Об этом заявил и главарь Евгений Пригожин в интервью так называемым российским военкором. Он подчеркнул, вскоре ЧВК может перестать вообще существовать. На реплику о том, что такие заявления деморализируют россиян, Пригожин ответил, что повторит ее снова. Также он в очередной раз намекнул на недостаток боеприпасов. Напомню, Пригожин постоянно критикует Минобороны России и российских чиновников. В частности, он постоянно жалуется на недостаток боеприпасов и считает, что российские генералы пытаются убить побольше заключенных и наемников ЧВК. Виктор, как раз и к вам вопрос. Ну, давайте так скажем, вагнеровцы и наемники ЧВК действительно активные боевые действия ввели и на территории Донецкой области, в Ахмутское направление, Авдеевское направление. И действительно, очень часто мы слышали заявление от самого Пригожина о недостатке в вопросе боеприпасов. Но вот это заявление о том, что возможно, вероятно, что ЧВК Вагнер все-таки не будет проводить и продолжать участвовать в боевых действиях на территории Украины, как вы считаете, это, возможно, определенная уловка, это, возможно, месседж для Кремля. И с чем вы связываете такое заявление? Либо же действительно, как вы считаете, возможно, ЧВК Вагнера выполнила свою работу на территории Украины? Ну, в принципе, уже ответ был назван. Ситуация очень простая. Никто не может подсчитать количество, ну, оно же не ведется официально. За подсчетами приблизительными вагнеровцы потеряли в этой войне до 50 тысяч человек. Это из которых 20 половина, где-то 23 тысячи, 27, приблизительно возле этой цифры, это так называемые зэки последнего призыва. То есть 25 тысяч, которые они потеряли за эту военную кампанию, это огромная цифра тех, как раз, как уже тут звучало, тех бывших военнослужащих, которые имели опыт, опыт службы в армии, в элитных частях, и которые действительно именно характеризовали Вагнер как более подготовленную структуру, чем Министерство обороны. Я думаю, что Вагнер заканчивается не в том плане, что заканчиваются люди. Люди тоже заканчиваются, а все-таки в том плане, что он будет уходить с системы информационной в Российской Федерации. Он взял на себя весь негатив, пошли санкции по миру. И основная задача, которая все-таки решалась с Вагнером, это заработок денег за границей, в Африке в первую очередь, и работа вообще под прикрытием в других странах. Это то, что сейчас ему очень и очень сложно. Поэтому появились новые названия, там потоки, прорывы, не знаю, там победа, там еще какие-то там названия. И это все говорит о том, что часть вагнеровцев перетечет именно в те структуры, а часть будет работать за границей. И название Вагнер на поле боевых действий, скорее всего, просто исчезнет. Именно вот таким образом, естественно. Непосредственно от темы людского ресурса к технике. Говоря о потерях, мы не можем не говорить о потерях техники. Коллеги, если сейчас можем показать, давайте покажем данные от Генерального штаба Вооруженных сил Украины в контексте всех потерь российской армии, как в личном составе, так и в составе техники, и в контексте танков. Да, спасибо огромное. Если говорить о данных по 29 апреля 2023 года, личный состав 190 тысяч 40 человек, данные не окончательны, напомню, еще раз, по крайней мере, так говорят в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. И сейчас на экранах наших зрителей количество уничтоженной техники, уничтоженной силами обороны Украины, техники армии Российской Федерации. В контексте оборонно-промышленного комплекса, который должен поддерживать, производить новую технику. В условиях санкционного давления, в условиях ограниченного количества коллег, если так можно сказать, ограниченного количества партнеров, которые могут помогать российской армии техникой, инновациями определенными, да условными просто электроникой для каких-то танков. Насколько ОПК российской армии может поддерживать необходимый ресурс для ведения войны, Александр? Ну, я бы добавил сюда еще военно-промышленный комплекс Беларуси, который сохранился в нетронутом виде советских времен и даже кое-что приобрел за счет сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Значит, Китай очень много получил от Беларуси советских технологий и в то же время передал Беларусь ряд китайских технологий. Мы уже в свое время говорили о специальном ракетном комплексе «Полонез», который может выполнять функции как реактивной системы залпового огня, так и оперативно-тактического комплекса. В Российской Федерации и в прессе ведутся разговоры о том, что срочно необходимо закупить у Беларуси эти комплексы и финансировать производство днем и ночью этих систем, потому что они соответствуют показателям «Хаймерса», по некоторым данным, даже лучше. Ну и если мы возьмем электронику военную, то Беларусь в советские времена обеспечивала советскую армию военной электроникой. Это и касается ракетной техники ПВО, это касается и оптоэлектронной техники, лазерных дальномеров, систем управления оружием, и так далее. И сейчас Российская Федерация финансирует белорусские заводы на всю катушку, но, к сожалению, для России Беларусь не может резко увеличить производственные мощности. И то, что она дает, это 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Что касается помощи, то, конечно, от Китая не надо ждать готовых вооружений. Китай, несмотря на то, что он якобы проводит самостоятельную политику, очень опасается санкции США, что ему перекроет американский рынок. Поэтому самое большое, на что может Российская Федерация, это на электронные компоненты двойного назначения, которые применяются и в бытовой технике, и в промышленности, и могут использоваться в военном производстве. Это также, полагаю, химические вещества, пороха и взрывчатые вещества для изготовления боеприпасов, которые поставляются подставными мелкими фирмами, которые не реагируют они на санкции, потому что они якобы внутренне китайские. Поэтому я думаю, что Российская Федерация, конечно, хотела бы больше нарастить выпуск боевой техники и вооружения, но вот эти вот ограничения санкционные и производственные мощности недостаточной Беларуси, и то, что Китайская Народная Республика очень осторожно поставляет военное имущество Российской Федерации и имущество военного назначения, это сдерживает военное производство Российской Федерации. В конце, господин Олесин, господин Ягун, вам обоим вопрос. Напомню, на территории России не будет в этом году такой акции, как «Бессмертный полк». Проводилась она, напомню, ежегодно. Не могу вспомнить, с какого конкретного года на территории Российской Федерации, но если в начале, в самом начале, когда ее организовывали активисты, Российская Федерация, она имела одно значение, то на данный момент это значение превратилось в исключительно пропагандистское. Это страх того, что выйдут с портретами военных, которые погибли на территории Украины, и будут понятны реальные потери? Либо же это вопрос условной безопасности? Господин Ягун, давайте с вас начнем. Какая может быть условная безопасность от беспилотников за Байкали? Это риторический вопрос. Если они боятся выйти с бессмертным полком, этот полк организовать где-нибудь на Чукотке, в Забайкале, то, понятное дело, в чем причина? Если выйдут даже не все, а хотя бы 100 тысяч человек с фотографиями своих близких современных, потому что это болит, это вот сейчас. Причем они сами это начинали. То есть, если раньше это начиналось действительно как бессмертный полк, и вспоминали родственников, которые погибли во Вторую мировую войну, то потом начали появляться фотографии тех, которые там были в Афганистане, в Чечне, там начали показывать, причем это активно пропагандировалось, фотографии тех добровольцев, так называемых, которые воевали в Украине. То есть, они еще как бы старались не показывать кадровых военных, которые там пребывали с 14-го года, но эти фотографии появлялись. То есть, никто это не запрещал, и это входило как бы в систему, что вот смотрите, у нас продолжение как бы историческое от тех фотографий старых до современных. И тут, когда они поняли, что за этими современными фотографиями выйдут все, во всех регионах, и это просто ужаснет людей, они, конечно, должны были отказаться от этой идеи. Господин Олезин, вы как считаете, почему, значит, россиян не пугают могилы на местных кладбищах по всей территории Российской Федерации, а вдруг таблички с портретами военнослужащих, погибших на территории Украины, могут испугать, вызвать определенную реакцию в отношении Кремля? Ну, я немножко другой точки зрения придерживаюсь. Все дело в том, что все условно погибших 190 тысяч, может, их и больше, они не проживают в одном городе, не проживают в одном районе, и все не могут, их родственники, собраться в одном месте. Я думаю, что касается конкретного села, города, поселка, ну, это 5-6, 7 человек, и, в общем, которые не делают погоды. Я думаю, что есть опасения, что большая масса людей в случае того, что, значит, имеются, собственно, недовольные внутри Российской Федерации, есть случаи поджога военкоматов, есть случаи, значит, враждебных действий против чинов военных военкоматов. Возможно, что в этой толпе, в этой демонстрации найдется группа таких людей, которые могут посеять хаос, и в массе тысячные, стотысячные, а в Москве многие десятки сотен тысяч может случиться столпотворение, а толпа, как известно, она совершенно неуправляемая и слепа, и вот этот торжественный праздник, который является своего рода священным, святым, сакральным, может превратиться в обыкновенную давку. Я думаю, что есть такие опасения среди военно-политического руководства России. Ну, а отменять в Москве, а разрешать где-то там в других городах, я думаю, это будет выглядеть как-то непоследовательно. Я полагаю, что все же есть баянь того, что в местах скопления большого народа из-за каких-то действий оппозиционных, возможно, это будут силы специальных операций Украины, могут возникнуть какие-то непредвиденные столпотворения и вызовут большое количество смертей, что подорвет авторитет власти среди простого народа. Вы слышали вас, спасибо огромное. Напомню, что Александр Олесин был с нами на связи, независимый военный аналитик, спасибо вам. А также Виктор Ягун, военный общественный деятель, генерал-майор запаса службы безопасности Украины, заместитель председателя СБУ. Виктор, спасибо вам также.